Приветствую, с вами Павел Хольцов, я нахожусь сейчас на борту корабля Коста Диадема и хочу показать вам, какой здесь есть буфет самообслуживания. В нем можно покушать с 12 до 4 часов дня. Выбор не могу сказать, что какой-то очень большой, но в общем, голодными не останетесь. Здесь уголок всяких разных салатиков, огурцы, капуста, такая капуста, всякая капуста. Вот это вот огурцы, мелкую дречку так нарезанные, редиска. Ну, в общем, если вы поклонник здорового, правильного питания, здесь, в общем, вполне можно будет что-то покушать. Разные заправки, итальянская, тысяча островов, французская, масла для заправки салатов, разная выпечка. Вот здесь на обед нормально, на завтраки у них совершенно ужасно. Практически только одни булочки, хлеб и ничего другого того, что можно было поесть. Дальше здесь пасты всякие разные, вкусные. Ну, я не поклонник паст, но здесь они готовят их прям очень хорошо. Вот здесь у них уголок делают гамбургеры. Вот булочки, заправки, жарят котлеты. И, собственно, вот можете взять с собой гамбургер. Ну, я не поклонник такой еды, поэтому я не пробовал, ничего не могу сказать. Вот здесь у них уголок с мясной нарезкой. Вот из всех этих... То, что я пробовал, мне больше понравилась вот такая вот колбаса. Ну, понравилась здесь к середине путешествия, где-то дня через 4. До этого оно мне как-то не заходило. Ну, тут масло традиционное, там этот мед, абрикосовый джем, изюм. Очень вкусные сухарики из бананов. Вот здесь есть нарезка сыра. Ну, сейчас нету, но обычно и сыр нарезают. Но я молочку не ем, поэтому ничего не могу сказать по поводу сыров. Дальше здесь уголок. Всякая разная выпечка. Ну, выпечка у них вкусная, выпечка прям замечательная. Еще выпечка. Сегодня, не знаю, в честь чего, давали этих... Креветки маринованные в вине. Я парочку заточил, очень вкусно. И вот пошел, собственно, уголок выпечки. Вот такой у них хлеб, всякой у них хлеб. Ну, в общем, я попробовал, мне как-то, ну, то есть, само по себе вкусно, просто я такой обычно не ем. И здесь уголок, у них всяких разных. Давайте зайду, чтобы никому не мешать. Уголок закусок овощных, горошек. Причем здесь все время меняется. То есть, не повторяется морковка, этот, не помню его, эспаржа, макароны, омлет, мясо, еще мясо. И это жареный крафт и тунец жареный на гриле. Ну, и здесь у них, опять же, хлеб, хлеб такой, хлеб сякой. И здесь тоже был уголок, сейчас уже все это убирают, всякая разная выпечка. В общем, по моему ощущению, здесь такая хорошая, честная турецкая четырехзвездочная отель. Не пятерка, в пятерке там обычно меню все-таки гораздо более богатое. Ну, четверка. Голодыми не останетесь. Ну, я, так как сейчас придерживаюсь правильного питания, для меня был здесь выбор, к сожалению, не очень богатый. Особенно на завтраках, завтрак здесь полный трындец. То есть на завтраках здесь есть, могу сказать, все равно, что нечего. Ну, что у них вот, вот из всего, чего я показал, три четверти занимает выпечка. Булочки, тортики, пирожные, эти донатсы, эти бублики, которые как из Нью-Йорка. Нарезка мяса, чай, ну, там, ну, я, чего на завтрак ел. У них очень вкусный зерновой хлеб, сейчас, к сожалению, его нет, не могу показать. Мясная нарезка и огурцы, все. Потому что все остальное есть, ну, я пробовал, но нельзя. Еще одно наблюдение, мы вот сейчас проехались. Италия, Франция, Испания. Италия, Франция, люди, к сожалению, очень медленные. То есть, ну, то есть мы ходили просто по городу, там этот трындец, они как вареные мухи, они едва-едва шелест. Причем, ну, там дети, там, 5-10-12-летние, они шустрые, они быстрые, все остальные, это вот. Здравствуйте, подождите, и я с вами. Я понимаю, что, скорее всего, они такие заторможенные, просто из-за того, что, простите меня за мой французский, они едят всякое говно. Вот я не знаю, как это значит назвать, потому что, если жрать постоянно выпечку из белого хлеба, тогда понятно, что не будет особо никакого здоровья. Сейчас я подойду и покажу вам здесь вот. Это вот здесь вот проходят завтраки, ну, завтраки, обеды, ужины. А здесь открывается очень красивый вид на море. Надеюсь, видите. Но сейчас мы плывем из Пальмы до Майорки до Чеветовек, и у нас целый день в пути. Поэтому, собственно, никакой земли, прямо в пределах, и мы видим, с ней будет. Так что вот у меня гипоисточек как раз из-за того, что едят всякое говно, то есть, ну, то, что нельзя столько есть выпечки. Они все такие вот квелые, блеклые, малоэнергичные, так медленно ходят, меня прямо-то бесило. То есть я иду, они едва-едва колышутся. Ну что, дорогие мои хорошие, если вам понравилось это видео, это у нас корабль Коста-Диадема, это у нас десятая палуба, буфет самообслуживания, который называется Лидодиана. Кстати, да, еще один чит-код. Вода на борту платная. Ну вот, вот эти вот штуки вы можете подходить и так тихоря в бутылку себе набирать. Мы с моей девушкой ходили, набирали, где-то по 3-5 бутылок воды, потому что мы выпиваем в день где-то 6 литров воды, и платить за каждую бутылку по 3 евро, но как-то заплатив там несколько тысяч евро за поиску, мне как-то не очень возбуждает. Поэтому вот здесь вот вам подсказка. Воду покупать не обязательно, главное с собой 2-3 бутылки. Либо здесь на борту купите, либо захватите с собой на корабль, и здесь можно будет набирать водичку вот в этих автоматах. Хотя здесь написано, типа, вот, воду набирать нельзя, но сколько мы нам не набирали, нам ни разу ничего не сказали. Ну что, дорогие мои хорошие, если вам понравилось это видео, это корабль Коста Диадема, жмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующих видео. С вами из моря между Пальмой до Майорка, Испания и Чевитовекио, Италия Павел Колесов. Счастливо! Путешествуйте! Путешествовать – это здорово! Я вот в первый раз поплыл на лайнере, мне понравилось. Это было, ну, наверное, одно из самых удачных моих путешествий. Счастливо! Продолжение следует...